Система громкоговорящей диспетчерской связи и оповещения. На данный момент, как я уже сказал, мы хотели бы представить систему децентрализованную. То решение, которое фактически мы представляли ранее достаточно долго, это было централизованное решение на базе немецкого оборудования производства ПРОКОМ-системы ДВС-21. Сейчас децентрализованное решение название уже Neumann DS-6. Наша компания на данный момент выполняет поставки и одной системы, и второй. В зависимости от задач заказчика, опять-таки, могут быть задачи, когда лучше подходит централизованное решение. Есть задачи, где лучше подходит децентрализованное решение. По нашему опыту, работая с централизованным решением, фактически, более 10 лет, по статистике могу сказать, что последние 2-3 года практически во всех задачах, на всех предприятиях, есть в технических условиях строчка интеграции с, например, решениями на базе IP, и поддержка IP-интерфейса. Децентрализованное решение Neumann DS-6 фактически в своей основе, в ядре, поддерживает IP-интерфейс, IP-технологии. С точки зрения интеграции, решение полностью соответствует всем требованиям. То есть, системы громкоговорящей связи, это самостоятельные системы, они в своем функционировании не используют чужих ресурсов для реализации своих задач. Но вместе с тем, чтобы интегрировать их в единую систему связи предприятия, они должны поддерживать общие интерфейсы, ну, унифицированные, стандартные. Это всевозможные аналоговые интерфейсы, это каналы тональной частоты, может быть, расширенные каналы тональной частоты, это сухие контакты. Далее, это всевозможные цифровые интерфейсы, ну, DRI-PRI, да, например, E1 с сигнализацией DS-S1, допустим, это S0, и поддержка уже IP интерфейса и возможность использования существующих IP-сетей для построения решений. Весь этот функционал поддерживается системой Neumann DS6. Ну, краткая, наверное, справка. Neumann – это компания самая первая, пришедшая из европейцев на российский рынок громкоговорящей связи. Первые проекты были еще в конце 70-х годов реализованы, это в основном были морские порты. Далее, это была аналоговая система, промежуточным было звеном так называемое цифроаналоговое решение, а потом цифровое решение. Вот сейчас, с 2005 года, у Neumann существует решение на базе IP, вместе с тем существует, ну, фактически две генерации этого решения. Связано это с постепенной эволюцией все-таки, да, изначально, ну, может быть, многие помнят и знают, что системы подобных задач строились на базе так называемых открытых конструктивов, да, когда в конструктив ставятся модули вертикально, да, как книжки, и фактически эти модули либо они интерфейсные, либо функциональные, выполняли какую-то определенную функцию. По этому же принципу строилась и система DS6 первой генерации. Но позже от этого ушли... Здрасте. Здрасте. Может, какой комплект тут? Тут, да. Но позже от этого ушли и фактически сделали оборудование форм-фактора 19 дюймов без дополнительных конструктивов. Устройства одноюнитовые, либо двухюнитовые, в зависимости от задач, которые они выполняют, составятся непосредственно в 19-дюймовые шкафы и не требуют, как я уже сказал, каких-то дополнительных конструктивов, которые вносят, там, какую-то, например, избыточность в спецификацию, ну, соответственно, стоят определенные деньги. Плюс система, поддерживающая IP-технологии, как я уже сказал, это децентрализация. Опять-таки, в решениях для очень многих отраслей промышленности, да, в частности, вот, там, энергетика та же самая, нефтянка, бывает, есть необходимость использования резервирования, да. И IP-решение, как само по себе, очень часто, мы видим, да, поддерживает резервирование. Это касается, например, системы с УТП, КИП, где всевозможные датчики устройства подключаются и работают сразу же одновременно по двум сетям для стопроцентного резервирования. Такое же решение поддерживает и система Noyman DS6. Все оборудование системы является, ну, стандартным. Более того, оно поддерживает старые устройства. Связано это с тем, что время использования, функционирования таких вот решений, что аналоговых, что цифроаналоговых, что цифровых, это 20-25 лет. Научно-технический прогресс в настоящий момент идет намного быстрее, поэтому на очень большом количестве предприятий в работоспособном состоянии остаются, ну, как минимум, конечные устройства, ну, разбросанные фактически по территории предприятия. Можно менять постепенно коммутатор, подключая старые устройства к новому коммутатору. Все старые интерфейсы поддерживаются. И, более того, линейка старого оборудования также продолжает выпускаться, поскольку нужно обеспечивать зип для предприятий, которые поставили лет 10 назад, например, оборудование. И нужно иметь возможность ремонтировать эти системы решения. Не только модульная замена, да, то есть практикуется, в принципе, для старых решений и ремонт по отдельному модулю. Хотя это все реже и реже, ну, вот касается аналоговых старых систем, это практически уже нигде не встречается. Что касается цифроаналоговых и цифровых решений, ну, например, последние решения MDK и DCP, которые активно продавались до 2005 года, они до сих пор в ходу, до сих пор можно купить все платы, все оконечное оборудование для них под замену. Или постепенно менять свои решения на более новые. Ну, либо как-то сочетать старые решения с новыми. Давай снова решим. Понятно, что, тоже немножечко к предыдущему слайду, фактически за счет поддержки децентрализованного решения мы имеем распределенную систему, которая может находиться, ну, в любой точке, не только предприятия, да, но и фактически страны и земного шара. Ну, я утрирую в большинстве своем, потому что таких задач редко, когда возникает у нас в России, да. Однако крупные компании, такие как, например, там, Еврохим, тот же самый, да, или Полюс Золото, они активно используют единые диспетчерские центры для того, чтобы взаимодействовать с предприятиями своего концерна. Да, или холдинга, которые находятся, может быть, на достаточно большом удалении друг от друга, их несколько. В принципе, подобное решение может быть также эффективно использовано. Но замечу, что основные задачи системы – это оперативная связь, но в рамках все-таки оперативного управления, да, либо технологического, либо чрезвычайной ситуации. Если мы говорим про стандартное управление, да, когда мы говорим холдинг, там, в Москве, где-нибудь там предприятие, это все-таки в основном телефонная связь. И телефонные сервисы все, да, уже давно обеспечивают взаимодействие со своими филиалами центра, да, и здесь проблем никаких нет. Но при необходимости можно поставить диспетчерский пульт или пульты где-то в центре, собственно говоря, в компании управляющей, и также иметь оперативную связь непосредственно с предприятиями, со своими. Что касается устройств. Понятно, что при использовании на предприятиях к системе предъявляются соответствующие требования. Это вандала стойкость, это ударопрочность, это всепогодность, это стойкость к агрессивным химическим средам, не только погодным. Да, ну и понятно, что это всепогодность устройства. Всем этим требованиям устройства отвечают. Более того, в рамках там нефтепереработки могут быть специальные требования поиска безопасности взрывозащищенности. Эти переговорные устройства также могут быть взрывобезопасными. В зависимости от того, где устройство стоит, используется один вид устройства, либо другой. Переговорные устройства, они всепогодного исполнения, на различное количество клавиш, я чуть позже расскажу. Это цифровые устройства, это аналоговые устройства, которые тоже до сих пор производятся и могут быть актуальны в определенных условиях на предприятиях. Например, когда качество кабеля не очень хорошее, или удаление должно быть очень большое. Диспетчерские пункты, которые устанавливаются в диспетчерских, где, в принципе, достаточно благоприятные условия для использования оборудования. То есть нет ни влаги, ни пыли. Громкоговорители, которые устанавливаются, тоже могут быть разными. Могут быть кабинетные, могут быть всепогодные, рупорные, или взрывозащищенные рупорные громкоговорители. Ну, вплоть до подводных громкоговорителей. То есть такая практика тоже есть. Там, где есть необходимость поставить световое устройство или акустическое дополнительное устройство, сигнальное, точно так же эти устройства подключаются к системе, непосредственно к каким-то элементам системы, переговорным устройствам, например, диспетчерским пультам. Либо могут являться самостоятельными устройствами и функционировать как по своей какой-то программе, алгоритму, так и функционировать группой. Единой сигнализируя о каких-то опасностях, например, или чрезвычайной ситуации, или просто в фазе технологического процесса. В принципе, достаточно актуальным по настоящее время является интеграция подобных решений с системами СМИС либо с системами АСУТП предприятия. В этих случаях устройства фактически выдают, например, со СМИСом информацию о своей работоспособности, неработоспособности, а в целом система выдает сигнализацию о отказах уже на, например, вышестоящую систему СМИС, к примеру, или на систему АСУТП, где также можно увидеть всю необходимую информацию. Опять-таки, мы используем рабочие места этих систем. Вместе с тем, у Neumann есть рабочие места на базе ARM своих, это PC с установленным софтом, это тачскрины, либо это обычные фактически, да, экраны, с помощью которых можно управлять всеми видами связи, касающимися системы Neumann DS6, видеть состояние всех видов связи и, опять-таки, взаимодействовать со всеми устройствами. И не только с устройствами своей системы, также с устройствами внешних систем, также на АТС выйти, на радиосвязь выйти и так далее. Несмотря на то, что система децентрализованная, достаточно удобный есть механизм настройки решения с одного рабочего места или с двух рабочих мест операторов, да, потому что индивидуально настраивать каждое устройство, поскольку система децентрализована, бывает, ну, не всегда удобно. Можно с одного рабочего места централизованно настроить непосредственно каждое из устройств системы. Подключение рабочего места фактически оператора, администратора осуществляется удаленно. В сеть мы включаемся и видим все устройства сразу же. Непосредственно каждое из устройств имеет свою конфигурацию. Мы заливаем и конфигурируем непосредственно каждое устройство, либо мы можем, как я уже, централизованно, как сказал ранее, да, централизованно залить всю конфигурацию во все устройства разом. Виды устройств. Значит, двусторонняя связь обеспечивается с помощью устройств, имеющих, соответственно, и микрофон, и динамик. Это устройство оранжевое, всепогодного исполнения, либо взрывозащищенного. Это диспетчерский пульт, который здесь представлен серый небольшой. Виды устройств, ну, скажем так, конфигурации, количество клавиш на этих устройствах может быть различным. Что касается диспетчерских пультов, количество клавиш от 16 до 112, увеличение идет за счет дополнительных модулей с клавишами. Для переговорных устройств максимальное количество прямых связей на одном блоке до шести штук. Вот здесь представлено только два рычага, да, когда мы говорим про шесть направлений связи, это еще один дополнительный рычаг, и с помощью любого из них, фактически, мы можем связаться с другим устройством. Я нажимаю, раз, два, три, и я вышел на диспетчерский пульт. Когда мы используем клавиатуру внизу, это значит, что с этого устройства можно фактически выйти на любое устройство нашей системы. То есть набирая номер, две клавиши, вот эти будут служебные, я набираю номер, соответственно, связываюсь с абонентом. Если я хочу сбросить этот набор и в следующий раз набрать кого-то другого, я нажимаю, соответственно, кнопку сбросить набор и отшляю группу следующего абонента. Но верхняя клавиша в этом случае используется для прямых вызовов. То есть это две опциональные дополнительные фактически клавиши. Когда мы говорим про шесть клавиш, соответственно, у нас шесть прямых абонентов, либо каких-то функций. То есть абоненты могут быть как абоненты двусторонней связи, например, диспетчерский пульт, так это может быть и, например, зона оповещения. Точно так же можно на зону оповещения выходить с переговорного устройства либо там с диспетчерского пульта. Но аналоговые переговорные устройства выглядят немного иначе. Это кнопки. Кнопки далеко не всегда удобно, надо признать. Поворотные клавиши мы достаточно легко можем и в рукавицах зимой нажимать, не снимая рукавиц. С кнопками далеко не все не так просто. То есть иногда нужно нажать случайно две кнопки в рукавицах зимой. Во всем остальном кнопки неплохое решение. Особенно если работа отширяется где-то на помещении, где достаточно теплой. Аналоговые устройства и цифровые устройства. Цифровое устройство это аналоговое, имеет возможность расширения количества клавиш. Для аналогового устройства внизу дополнительный блокбокс ставится с кнопками. Для цифрового устройства рядом ставится бокс, тоже только с клавишами. Количество дополнительных боксов для цифрового устройства это один бокс дополнительный. Для аналоговых устройств может быть больше одного бокса, Но он требует больше питания Больше мощности Для диспетчерских пультов Поскольку использование В достаточно защищенных Помещениях, пространствах Исполнение более компактное И количество клавиш Конечно больше От 16 до 112 клавиш По этим устройствам Что касается переговорных устройств Они кроме исполнения Отличаются от диспетчерских пультов Тем, что в переговорные устройства Можно поставить 25-ваттный усилитель Прямо внутрь Для диспетчерского пульта Такой функции нет Но этот усилитель можно использовать Как внешний Такое возможно Конечно, как я уже сказал Количество кнопок до 112 В целом больше Отличий по электронике И функционалу И диспетчерского пульта И переговорного устройства Нету Еще, наверное, важный момент Подключение этих устройств Диспетчерские пульты Это чисто IP-шные устройства Он подключается к IP-сети По большому счету Если мы имеем Диспетчерские пульты Мы их соединяем Вместе по IP-сети И нам больше ничего не надо Они видят друг друга И работают друг с другом Мы настраиваем диспетчеризацию Если мы используем Переговорные устройства То переговорные устройства Формата IP Точно так же подключаются Сразу к IP-сети Но здесь нюанс Который очень часто Задают Вопрос Который задают Проектировщики Соответственно Удаление От активного оборудования Для IP-решения Это не более 100 метров По меди По оптике Соответственно Это расстояние Достаточно большое В зависимости от того Какой кабель мы используем Мы делаем То или иное решение Если мы говорим Про Переговорные устройства Цифровые Выглядят они Полностью одинаково Идентичны Один к одному С IP-устройствами Они подключаются На расстоянии До 6 километров По меди Здесь соответственно Не IP-интерфейс И для того Чтобы их подключить К IP-сети Чтобы их видели пульты Используются Специальные адаптеры Устройства Которые сразу же Подключают До 8 переговорных Устройств Цифровых Ну Слово сказать Для реализации Каких-то частных Конкретных задач Такие же устройства Существуют В формате Диспетчерских Пультов Но количество клавиш Для них Меньше Это либо 8 прямых клавиш Либо 8 прямых клавиш Плюс цифронаборник Как вот на этом Переговорном устройстве Дополнитель То есть можно Набрать еще И точно так же В этом случае Дополнительно Две клавиши Из 8 Используются Под нужды Разговаривать По набранному номеру Истерик Соответственно Клавиши прямого набора В этом случае Будет только 6 Но зато Вы не ограничены Никак По наборным номерам Абонентам С которыми Вы можете общаться Или например Зоново поищать Субтитры сделал DimaTorzok